Здравствуйте! В эфире программа «Новости дня» в студии Юлия Тюшевская. О главных событиях Оренбурга и области к этому часу расскажет корреспондент ОРТ. Сейчас коротко о чем пойдет речь в выпуске. Вода прибывает. Ряд водоемов области поднялся до уровня неблагоприятных явлений. В России стартует призывная кампания. Минобороны впервые разошлет электронные повестки. Повышение выплат ветеранам и семьям с детьми. Введение цифрового рубля и кэшбэк за путевки. Какие изменения ждут россиян с 1 апреля? Финансовые привычки полезные и вредные. Как россияне учатся копить и экономить? За дождливой субботой солнечное воскресенье. О погоде на выходные рассказали в областном гидромедцентре. Воды Урала частично подтопили набережную в Оренбурге. Уровень воды за ночь заметно прибавился. Превысил 6-метровую отметку. Под водой сегодня вся пляжная зона. Последний раз в Оренбурге большой подъем фиксировался в 2017 году. Уровень реки превысил отметку в 7 метров с 30 сантиметров. Тогда затопленной оказалась даже детская железная дорога. Происходило это в мае. Причиной половодия называли длительный сброс воды из заполненного Ириклинского водохранилища до 120 кубических метров в секунду. Сегодня сброс составляет 15 кубометров. Изменилось состояние водных объектов по всей области. Уровень реки Салмыш у поселка Буланова плюс 20 сантиметров превысил отметку неблагоприятного явления. До опасной точки чуть больше полуметра. Большой Кумак у Новоорска прибавил почти целый метр. Река Самара у райцентра Новосергивка поднялась на 14 сантиметров выше неблагоприятных значений. Таяние снега и льда продолжается. Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области напоминает горожанам. В случае нахождения в опасности необходимо звонить по номеру 112. Звонок бесплатный. Возможно позвонить как со стационарного телефона, так и с мобильного. Даже при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты. На экстренный номер 112 можно написать смс-сообщение. И добавим. В 23 районах Оренбуржа из-за весеннего половодия введен режим повышенной готовности. В связи с паводком на территории 10 муниципальных образований запрещено движение по 39 мостам. Зарегистрировано 14 переливов через автодороги, где также невозможно проехать. К другим темам. Заседание правительства области прошло в пятницу в Доме советов. Причем в необычном формате. На заседание были приглашены все главы муниципалитетов. Но не по видеосвязи, а очно. Для этого выделили отдельный кабинет. На повестке дня рекордное количество вопросов. 73 о наиболее острых темах, которые были затронуты губернатором, мои коллеги Наталья Мороз и Игорь Бероев. Главы муниципалитетов занимают свои места в кабинете на первом этаже. В зале представители 34 территорий. Остальные руководители районов выйдут на связь с губернатором по видеоконференции. Тремя этажами выше, за круглым столом собираются члены правительства, руководители ведомств и федеральных структур. Повестка дня насыщенная. Первый вице-губернатор докладывает о защите населения области от ЧАЭС, обеспечении безопасности оренбургцев от пожаров и на водоемах региона. Далее речь идет о программе комплексного развития сельских территорий. Вносятся небольшие изменения в постановление. Отдельно глава региона останавливается на тех муниципалитетах, которые победили во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Средства выделяются масштабные, и подход к работе должен быть соответствующий. Коллеги, просьба эту работу контролировать, потому что еще 411 миллионов уделяем на благоустройство пяти территорий. Это огромные деньги. И все не в областном центре. Отдельное внимание. Закупки минеральных удобрений хозяйствами. На сегодня приобретено свыше 50% от годового плана. Показатели лучше, чем в предыдущем году. Но вновь есть те территории, где работа ведется недостаточно хорошо. К сожалению, есть территории, которые сегодня отстают. Давайте их заслушаем. Я их назову. Это Пономаревка отошла, Беляевка, Погурслав, Бузовский район. Первыми отчитывается руководство Пономаревского района. Там решили не разбивать асфальтовое полотно большегрузами и отказаться от развоза удобрений по местным дорогам. В пользу своих аргументов приводят постановление правительства, в котором с 27 марта по 25 апреля вводится ограничение движения машин с нагрузкой на ось свыше 6 тонн по муниципальным и межпоселковым дорогам. Однако губернатор поясняет главе района, читать документы нужно внимательнее. Если вы читали постановление правительства, там ничего подобного связано с сельским хозяйством, нет от слова совсем. Вы мне рассказываете как аргумент о том, что у вас снижение или невыполнение из-за того, что, соответственно, что закрыты дороги. Нет этого, я вам еще раз повторяю. Либо вам там сказки рассказывают, и вы просто не разобрались. Либо есть другая причина. Разбирайтесь, не дело. У вас хорошая земля, хорошая территория. И невыполнение плана – это вы не светлый. Значит, не занимайтесь этим вопросом. Либо вы не занимаетесь, либо заместитель ваш не занимается по сельскому хозяйству. Из-за аномально теплой весны в этом году работы в поле могут начаться раньше обычного. Поэтому земля должна быть полностью готова, говорят специалисты. Опытные аграрии знают – подкормка почвы играет ключевую роль в повышении урожайности. Наталья Мороз, Игорь Бероев, Новости дня. Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу с 1 апреля. Он продлится до 15 июля. Кроме того, в Минобороны России сообщили – повестки впервые будут вручать в электронном виде. Несмотря на планы в ближайшее время повысить возраст призывников весной 2023 года, на срочную службу по-прежнему будут призывать молодых людей от 18 до 27 лет. Общее количество призывников – 147 тысяч. Все они в обязательном порядке, пройдут медицинскую комиссию. Неизменным остается и срок службы. Призвенные весной и летом этого года вернутся домой через 12 месяцев. Но вот оповещение призывников в ходе весенней кампании впервые будет осуществляться в электронном виде. Об этом 31 марта на брифинге заявил председатель Генерального штаба Вооруженных сил России. На основе полученных электронных сведений нами сформирована единая электронная база данных, которая размещена на закрытом сегменте Министерства обороны Российской Федерации. Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться и по старинке путем вручения повесток. Не будут признаны годными в строевой службе те молодые люди, у которых имеются заболевания и отводы по состоянию здоровья. В их числе порог сердца, хронический отит, панкреатит, психические заболевания и другие. Согласно законодательству действует и отсрочка. К проведению специальной военной операции новобранцев привлекать не планируется. Как сообщили на брифинге Минобороны России, призывников направят в учебные и воинские части строго на территории различных регионов России, кроме новых регионов. На военный учет в 2023 году поставили 700 тысяч юношей. С нового весеннего месяца жители России ждет ряд изменений. Социальная сфера, экономическая и туристическая. Нововведения, которые ожидают россиян с 1 апреля, в нашем обзоре. С 1 апреля будут увеличены пособия для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, людей, пострадавших на Чернобыльской, атомной электростанции и военных, которые получили инвалидность на службе. Индексация чуть более чем на 3%. После повышения сумма пособия составит 10 193 рубля. Кроме федеральной индексации вырастут некоторые региональные выплаты инвалидам и пенсионерам. Дети в возрасте от 3 до 7 лет – еще одна категория, для которой произойдут изменения. Господдержка будет увеличена для семей, в которых среднемесячный доход на каждого человека ниже прожиточного минимума. Максимальный рост выплат в два раза. Подать заявление на перерасчет детских пособий можно с 1 апреля. Если заявление будет одобрено, доплату произведут за январь, февраль и март 2023 года. Собственники квартир в следующем месяце получат обновленные квитанции за оплату коммунальных услуг. Изменения коснутся следующих категорий – уборка помещений, электроснабжение в доме и работа лифтов. При наличии в доме счетчика жители будут платить по его показаниям. Если же приборы отсутствуют, размер платежа сформируют по нормативам. Также с 1 апреля всем нуждающимся на полгода будут вновь выдаваться субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. С 2020 года такая форма поддержки была приостановлена из-за пандемии. Тестирование цифровых денег запустят уже в апреле. Виртуальную валюту испытают свыше 10 банков России. Электронный рубль будет равноценен обычному рублю. На первом этапе тестирования пользователи смогут оплачивать покупки и услуги, а также совершать переводы между физическими лицами. В будущем появится возможность хранить цифровые сбережения вне зависимости от банковской системы. Для этих целей разрабатывают автономный кошелек. По предположению специалистов, виртуальная валюта сможет полностью вытеснить наличные и безналичные деньги. Запуск третьего этапа программы туристического кэшбэка. Со второго весеннего месяца путешественники смогут вернуть до 20% стоимости тура по России. При этом сумма возврата не сможет быть выше, чем 20 тысяч рублей. Еще несколько условий. Путешествие должно быть не менее двух ночей и оплачено картой МИР. На эти цели из федерального бюджета выделено 2 миллиарда рублей. Алена Круглова, Егор Катаев, Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся и вот о чем расскажем во второй части выпуска. Оставайтесь с нами. Финансовые привычки полезные и вредные. Как россияне учатся копить и экономить? Оренбургцы 55+, и пенсионеры могут воспользоваться налоговыми льготами. Что для этого нужно? За дождливой субботой солнечное воскресенье. О погоде на выходные рассказали в областном гидромедцентре. Это новости дня. Мы продолжаем. Большинство россиян считают, что сформировали полезные финансовые привычки. Однако по-прежнему имеют вредные. Такие данные публикуют известия со ссылкой на аналитиков в сфере страхования и кредитов. Как отметили опрошенные, полезные привычки выработали в себе 86%, а вредные есть у 83% граждан. В тройке лидеров полезных финансовых привычек регулярно копить. Так ответили 28% опрошенных. Отслеживать цены в магазинах с целью выбрать наиболее выгодное предложение. Таких 20%. И вести учет личного или семейного бюджета научились порядка 15%. В топ-3 вредных привычек входят спонтанные покупки. Об этом заявили 30% респондентов. Отсутствие практики планировать личный бюджет. В этом признаются 14% россиян. И столько же не умеют контролировать баланс своих доходов и расходов. Среди тех, кто откладывает деньги, половина хранит их в наличной форме. Другие предпочитают делать сбережения с помощью накопительного счета или банковского депозита. Незначительное число опрошенных инвестируют в ценные бумаги и драгоценные металлы, а также в недвижимость. И теперь информация о курсах валют. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. У жителей Оренбургской области появилась возможность меньше платить налоги. К льготным категориям налогоплательщиков относятся пенсионеры, военнослужащие и ветераны. Кто еще может рассчитывать на уменьшение суммы налогов, рассказали в профильном ведомстве. В Оренбургской области стартовала программа по информированию граждан о льготах по имущественным налогам. Это земельный налог и налог на имущество физических лиц. К льготным категориям налогоплательщиков относятся пенсионеры. Россияне, достигшие 55-60 лет. Люди с инвалидностью, а также имеющие трех и более детей. Ветераны и участники боевых действий. Военнослужащие. В настоящий момент времени необходимости подавать заявление о предоставлении льготы отсутствует. Поскольку налоговым органам проактивно, в беззаявительном порядке эти льготы предоставляются всем налогоплательщикам на основании той информации, которая к нам поступает в рамках межведомственного обмена информацией. Однако, если по каким-то причинам льгота отсутствует, то человек имеет право обратиться в любой налоговый орган, лично или отправить письмо с заявлением. Либо в личном кабинете налогоплательщика через госуслуги и отправить запрос на пересчет налогов. Более подробную информацию о льготах можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы. В разделе «Справочная информация». Изменения коснулись и транспортного налога. Теперь от него полностью освобождены владельцы автомобилей с электрическим двигателем или транспорта, работающим на газовом топливе. На территории президентского кадетского училища прошла стратегическая сессия по проектной деятельности. Представители министерств и ведомств области собрались, чтобы подвести итоги исполнения региональных и нацпроектов, а также обменяться опытом в исполнении проектной деятельности. Специалисты в сфере проектного управления области обсудили работу прошлого года и настроились на цели и задачи ближайшего будущего. Говорили об успехах и недостатках в реализации проектов, несмотря на сложности 2022 года. Изменения политические и экономические. Область на хорошей позиции не только в Приволжском федеральном округе, но и во всей стране. Год достаточно был сложный. Но в честь управленческой команды Оренбургской области мы его прожили, прожили успешно. Тому подтверждение и финансовые результаты 2022 года. При всех сложностях бюджет Оренбургской области выполнил все свои обязательства, в первую очередь в социальной сфере. И мы продолжили строительство, и совершенствование инфраструктуры, и наши аграрии показали хорошие результаты. Все было, что предусмотрено, выполнено. И надеюсь, что 2023 год не принесет нам каких-то таких неудачных сюрпризов. В Оренбурге полностью выполнены 8 национальных проектов. В сфере культуры, цифровой экономики, туризма, образования. Это и безопасные качественные дороги, жилье и городская среда. Оренбуржье вошло в топ-7 регионов России по реализации нацпроекта «Производительность труда». По линии Минстроя завершено порядка 40 объектов капитального строительства. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья освоено почти 13,5 миллиардов рублей. Лучшие сотрудники различных структур отмечены за работу благодарностями. С участниками стратегической сессии по проектной деятельности проведены тренинги и мастер-классы. Смех продлевает жизнь, а регулярные позитивные эмоции делают наши будни счастливее. Традиционно 1 апреля отмечают День смеха. Во всем мире этот день ассоциируют с радостью и розыгрышами. Люди подшучивают над друзьями и близкими. В комичные ситуации попадали и жители нашего региона. Накануне праздника мы решили узнать, какие забавные истории случались в жизни оренбургцев и что заставляет их улыбаться. В университете каждый раз на 1 апреля обязательно нагруппники проводят какую-нибудь розыгрыш, шутку. Каждый раз по-разному. В том году это классическое про белую спину или про шутку про зачу сессии, конечно, тоже переносится. Или про зачет, что кого-то отчисляют. Тоже была такая шутка, что когда ученик не приходит на пару, мы звонили, мы говорили, что срочно вызывают деканат. Этот человек буквально за 15 минут прибегал. Мой друг спал ночью. Ну, в общем, он лежал вот так, а рука была вот так. И я ему сюда положил пену для бритья и почесал ему перышком глаз. Или область возле глаза. И, в общем, он взял и прям этой рукой бамс себе на лицо. И, короче, это было очень смешно. И пока я это все делал, я его чуть не разбудил, потому что мне было уже смешно до розыгрыша, понимаете. А когда он намазал себе пену, я просто чуть не упал. Да я нет, не особо, но меня бывало, ну, мы могли напугать из-за двери выскочить. Зачастую, в принципе, было то, что мне говорили, что у меня спина белая. Ну, классика 1 апреля, в принципе. На что-то приманить и потом типа ха-ха-ха. Ну, чисто между друзьями, конечно же. Вот. Ну, и все в таком роде, в принципе. И хорошие шутки, это всегда смешно. Знаете, это вот, когда вы работаете в лагере, утром вы просыпаетесь, а у вас дети вашу кровать на улицу внесли. В клоунов один раз переодевались и пугали, ну, так скажем, детей. Я только помню, что у моего друга, когда он учился в Екатеринбурге, мать позвонила и сказала, приезжай в Москву на Сапсане. Это выглядело как-то так. Он был с просони, он действительно пошел на вокзал приобретать билеты на Сапсан. Только потом понял, что здесь что-то не так. У меня вот друзья рассказывали, разыграли ребенка, сказали, что собака ощенилась, кобель. Ребенок был в восторге. Оказалось, что нет. Грустный праздник смеха вышел. Люблю радоваться, когда дети шутят, мне нравится. Дети всегда смешно шутят. О погоде на выходные. Жители Оренбуржья ожидают дождь в субботу, но в воскресенье осадки прекратятся и выйдет солнце. Но по-настоящему весенняя погода фиксируется далеко не везде. Зимняя картина наблюдается на юге и западе России. Если в Оренбургской области весна уже полноценно вступила в свои права, то не во всех регионах страны с погодой дела обстоят так же. В Ростовской области прошел сильный снегопад и завалил дороги. Местный гидромедцентр объявил штормовое предупреждение на ближайшие три дня. Подобные ситуации в Ставропольском крае. Ночью в регион пришли заморозки. Утром в пятницу тоже выпал снег. Аналогичная ситуация и в Крыму. Южный регион неожиданно оказался под белым покрывалом. Тем временем в Оренбурже и снег практически растаял. Но ожидаются осадки в виде дождя. В субботу наша область также будет находиться под влиянием двух парижских образований. По западу пройдет небольшие осадки в виде дождя. Запад и центр области. А восток без осадков. В субботу днем будет тепло. До плюс семнадцати. На востоке чуть холоднее. Шесть одиннадцать. Ночью минус один, плюс четыре. Самые сильные дожди придут в центральные и западные районы. В воскресенье осадки прекратятся. Ночью по области столбики термометров покажут плюс один, плюс четыре. Днем тринадцать, восемнадцать градусов тепла. Областной гидромедцентр предупреждает, что в выходные будет по-прежнему ветрено. Местами порывы будут достигать 25 метров в секунду. Усиления ожидаются в Оренбургском, Кувандыкском и Саракташском районах. На этом все. Напоминаю, что еще больше информации вы можете узнать на нашем сайте orttv.ru, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Кстати, сейчас там проводится интересный розыгрыш в честь 20-летия радиостанции «Ретро-ФМ Оренбург». Спонсорами выступают сеть кафе «Быстрого питания Восточка», «Ретро-Клуб 33» и «Одна третья», а также Центральное агентство воздушных и ЖД сообщений. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова